Здравствуйте, я Наталья из Baltic Aviation Academy. Как вас зовут и откуда вы приехали? Меня зовут Вячеслав, я приехал из Калининграда. Хочу обучиться в вашей академии. Пожалуйста, расскажите о себе, какой ваш опыт в авиации? Опыта в авиации у меня практически нет, потому что я в линейной авиации не летал, только собираюсь пойти по этому пути, но имею небольшой опыт полетов на самолетах в аэроклубах, в различных демонстрационных мероприятиях. Поэтому у меня любительский, лицензия любителя пилота и недавно получил коммерческого пилота, лицензию коммерческого пилота. Так, обучение вы заканчивали в Калининграде? Нет, я начинал обучение в Калининграде, но обучался в университете в городе Санкт-Петербург. Как понимаю, это ваша первая типовая квалификация? Да, на линейной авиации это первая квалификация. Почему вы выбрали Boeing 737? Это классический тип, он, скажем, является родоначальником всех остальных самолетов семейства Boeing. Он есть в нескольких авиакомпаниях и, соответственно, есть выбор трудоустройства на этот тип самолета. Вы только что закончили теоретические уроки. Как вы можете сказать, прошедшие уроки оправдали ваши ожидания? Ну, теоретическое обучение явилось сложностью для меня, и я многое для себя, так сказать, почерпнул в этом обучении. И оно помогает, конечно, для следующего этапа на тренажере. Ну, хотелось бы, конечно, немножко программу теоретического обучения немножко растянуть. Оставались ли у вас вопросы после уроков с инструкторами Baltic Aviation Academy? Одним из плюсов того, что я выбрал вашу академию, явилось то, что инструктора разговаривают на русском языке. И все уроки достаточно проходят понятно, и вопросы, все, которые появляются во время учения, в принципе, с инструктором быстро решались. Скажите, пожалуйста, какие ваши планы после обучения в Baltic Aviation Academy? Ну, у меня есть определенные сейчас наработки, куда я пойду, в какую компанию устраиваться. Это еще точно не определено. Есть несколько вариантов. Ну, как только я закончу типовую квалификацию, соответственно, тогда будет это решение принято, в какую компанию пойду работать. Сейчас часто происходят дискуссии. Что лучше? Пять лет обучения и высшее образование или два года интенсивного обучения, и можно потом сразу идти работать. Как вы думаете, что лучше? На мой взгляд, лучше, конечно, несколько лет интенсивного обучения по какой-то определенному направлению, чем пять лет учить все и понемногу. Так вы думаете, что интенсивное обучение лучше, чем высшее образование? Высшее образование, ну, в принципе, ставит человека как бы на другой уровень, но лучше знать, например, самолет, он от этого не будет. Как я уже сказал, он будет знать очень много, ну, всего понемногу, но ничего, он достаточно хорошо. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали Балтика Вейшн Академии? У меня есть друзья в Москве, в Калининграде, в Санкт-Петербурге, которые в вашей академии проходили обучение, рекомендовали ее. К тому же, именно ваша академия расположена регионально близко и к Калининграду, и к Москве, где я собираюсь работать. Вот. Только из-за этих расположений мне привлекательно ваше заведение. Как вы думаете, обучение в западной стране – это дает конкурентное преимущество? Ну, в России это особо не учитывается. Обучаешься в Америке, в Литве, в Германии или в России – разницы никакой. Больше уделяется уже профессионализму пилота, знаниям, скажем, английского языка, был ли у него опыт на других каких-то самолетах, может быть, российского производства или импортного. Вот это имеет в России весомое значение при приеме на работу. Как вам обучение в загранице, например, в Литве? Ну, Литву сложно назвать заграницей, так как недавно все-таки было одним государством, и много граждан Литвы, инструктора, многие знают русский язык, и, можно сказать, чувствуешь себя как дома. Менталитет, похоже, нет? Да, менталитет очень близок, вот, и чувствуешь себя как дома. Вам нравится пребывание в Вильнюсе? Да, в Вильнюсе я до этого был только проездом, и сейчас у меня несколько было возможностей поездить по городу, погулять в старый город. И мне очень Вильнюс очень понравился, очень зеленый, чистый, красивый город. А вы рекомендовали бы Балтика Вишин Академии для своих коллег? Конечно, я порекомендую, потому что, как я уже сказал, что выгодное расположение региона, сам учебный центр находится в расположении в городе тоже очень удобно, то есть, им можно на общественном транспорте легко доехать, и на своем автомобиле далеко ездить не приходится. К тому же, русские инструктора, еще очень важным имеется ценовая политика Балтийской авиационной академии, очень гибкая ценовая политика, то есть, от каких-то зависимостей от предоставленных услуг можно очень повлиять на цену. Спасибо вам за разговор и удачи в будущем! И вам спасибо и процветания!